Чао! С вами Александр Казаков и это Блог. Вопросы у наших студентов, как они относятся к службе девушек в армии. Считаю, что нет. Я считаю, что девушки не должны служить в армии, хотя бы потому, что девушка, в первую очередь, она мать будущая. Ну, и это совсем не женское дело, родину защищать. Девушка может развиваться как-то по-другому. Есть масса других занятий, которые могут развить ее как личность. Я считаю, что нет. Нет, не считаю. Зачем? Один служить в армии, они же девушки. Потому что пусть лучше отучатся в университете и останутся дома готовить мужу еду, домохозяйничать, в общем. Они должны быть милыми, красивыми и не должны служить в армии. Ну, вы знаете, вообще существует положительный мировой опыт того, что, в частности, в государстве Израиль, там воинская обязанность является обязательной для всех граждан. И не надо им даже наработать. Я вообще даже не понимаю, зачем им нужно больше образования. Дома будут сидеть. Тем более, у нас женщины на самом-то деле в вооруженных силах находятся, да, но только они там добровольно находятся. Поэтому, я думаю, что сама возможность женщинам проходить военную службу, срочную, опять же таки, я думаю, ну, не исключается. Примечательно то, что на сегодняшний день доля женщин в армии по статистике составляет порядка 10% от всех военнослужащих. То есть службу по контракту проходит более 60 тысяч представителей с прекрасной половиной человечества. Стоит признать, что мнения относительно равенства полов в армии расходятся. Однако, девушки, помните, что нет никаких научных доказательств, что женщины не могут быть хорошими солдатами. Все в ваших руках. А нам пора прощаться. С вами был Александр Казаков и это F-Vlog. Подписывайтесь на наш канал и страничку в инстаграме. Ставьте лайки, делайте репосты. Чао. Эй, детка, я теперь брюнетка.